МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До этого часу еще застается последний шанс подать заяву на приватизацию. В отворотном выпадке жилье упередует разряд коммерцина и что месяц нужно будет платить за его аренду. Под обязанности у Марины Северяновой. Выплаты за приватизацию квартиры могут быть различены на 40-х годов. Но 10% от угольной суммы нужно будет заплатить сразу, одинчасово, а либо на протяжении года. Важно отзначить, что до момента погашения расторминовки распоряджаться квартиры нельха. Например, продать, альбо подарить, тиздать. Здарается, что люди отмоляются от приватизации квартиры, потому что ее сумма сдаётся им завышенной. Что касается многочисленных обращений граждан о несогласии с оценочной стоимостью приватизируемого жилья, то хочу отметить, что в связи с этим главой государства подписан указ 21 января этого года, номер 25, который предоставил право гражданам, которые не согласны со стоимостью приватизируемого жилья, обратиться в специализированные организации, такие как БТИ, и за собственные средства провести независимую рыночную оценку такого жилья. И решения о приватизации будут приниматься по наименьшей стоимости, то есть либо рыночной, либо оценочной. Доведаться, у чьим подпородкований находится жилье, можно у той организации, на рахунок, какой вы оплачиваете коммунальные послуги. После этого подается заява. Работа, как правило, побудована по принципу одного окна. Человек приходит, подает документы, в течение месяца у нас выходит полностью расчёт, где мы ему показываем, сколько стоит его квартира, какая рассрочка, насколько он хочет и какую сумму он потом будет платить в рассрочку. И что решение наше, действительно, согласно указу, выходит оно в течение месяца, и действительно, с момента подачи заявления и выхода решения ровно один год. То бишь, вот эти 10%, которые как бы очень страшно насобирать, люди могут насобирать в течение 11 месяцев, чтобы за последний месяц сходить в нотариальную контору и заключить договор купли-продажи. Что до суммы приватизации, то и она залежит так само от стану жилья и его местознаходжения. Те квартиры, которые находятся в центре, в том числе не в центре, вот даже 17 микроуна, они попадают к коэффициенту 1,3. То есть оценочная стоимость квартиры произведена. Дальше потребительские качества, всё рассчитывается. И коэффициент качества жилой среды. То есть поскольку считается это центр, автоматически добавляется 30% только за то, что квартира расположена, вот скажем, в этом центральном районе или железнодорожном, находится близко к центру. Вот вам 30%. То есть если квартира 300 миллионов оценили, то есть 90 миллионов ты ещё добавляешь за то, что вот качество, коэффициент жилой среды, то есть где ты находишься, где твоя квартира находится. На крайне одна цена в центре, другая цена. У выпадку невыплаты узносов договор приватизации будет скасованы. До речи, адмова от заключения договору аренды не вызволяет платы за корыстание жилым помешканнем. Мясовые органы улады после 1 червеня пропонуют оформить новые экономичные относины. У выпадку неазгоды с переоформлением жилля на арендное, оплата за проживание у им выставляется у Сюроуна. А алгоритм работы с неплательщиком вядомы. Але у адрозненней от приватизованных кватыр санкции больше жорсткие. Арендного жилля можно позбавиться при запозиченности термином не больше 2 месяца. Наймальника могут выселить без предоставления иншого помешканья. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. У Гомеля в аурашистой обстановце поменьшовали с юбилеем ветерана Великой Отчины войны Алексея Ивановича Пименова. Гоноровый офицер Республики Беларусь, боец легендарного диверсинно-разведывального отрада Славны, означал 90-годзе. Алексей Иванович народился в поселку Ивоту в Бранской области в 1926-м годе. Скончил 7 классов и, когда ему исполнилось 16, в 1942-м годе был принят у отрад специального призначения, ведомый как Славны. Бойцы вяли подрывную работу в тыле ворога, проводили разведку, передавали звездки в партизанские отрады, взрывали мосты, выполнили самые складанные задания. День перемоги сустрел под Кёнигсбергом. В закрытом долголете называя свою семью, а так само спорт. Алексей Иванович заявляется активистом ветеранского руху, прямая удел у патриотышном выховании молодзи, наведывая научальные установы. Ко всей молодежи обращаюсь, не будьте беспечными, будьте настоящими патриотами нашей славной Белоруссии, берегите ее, мы ее завоевали, 70 лет живем под мирным небом, хочется, чтобы пули не свистели на территории Белоруссии. Вот молодежи надо быть настоящими патриотами нашей Родины, и все будет хорошо. До инших тем. На Гомельщине зарегистрована самая высокая нарожальность за почние 25 годов. Зараз она складает 13 детей на кожную тысячу жихару. Минавито такие дадзины нашему корреспонденту Олегу Сентюрову поведомили в областном родильном доме. Каждый день на Гомельщине нарожается в середине 50 детей. Разом с тем, по словам медиков, есть дни, когда женщины рожать в парте не ждут. 31-го Снежня, 23-го и 29-го лютого, 8-го Соковика. В эти дни нарожальность резко снижается, а в некоторых больницах в уголе не мкнется до нуля. Гомельский областный родильный дом – все род аналогичных установ региона в плане оснащения с участным обсталеванием, бадает самый передовый. Упыльные ступени гэта тлумачится тем фактом, что сюды у пешую чаргу накируются жанчины, які мают некие патологии. Олеся Белянкова свою пешую дачку народила 14 годов тому, и увесь гэтый час марала об ящаядным децятим. Дзявчинка заявилася на свет на початку Соковика и одразу отрымала имя «Злата», что значит «золотая». Да, в нашей жизни случилось чудо. У нас на свет появилась долгожданная вторая доченька. Мы ее очень ждали. На самом деле произошло чудо. В минулом году в Беларуси завершилась реализация державной программы демографичной безпеки. На Гомичине сдолили не только выконать усе прогнозные показчики, але и полепшить их. Народжальность самая высокая започная твердь 100 годя. Узровень смеородных сейсерот новонародженных на узровне развитых европейских краин. Разом с ним гэта не выключая наявности проблем. По словам медиков, сегодня не могут иметь дяти до 15% семейных пар. Только на Гомичине, на офицейном улику, таких пар коля 2,5 тысяч. Причины разные. От спадчинности до экологии и навык нерационального харчевания. Плюс разные захворывания. Правда, оптимизму урачей мкнуться не страчивать. За развитием технологий и заявлением нового обсталевания, кажуть, шансы на нарожение детей постоянно повеличиваются. Есть новые технологии, которые применяются сейчас в медицине. Это и связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и сахарные диабеты, это эндокринные заболевания. Все эти технологии дают шанс женщине для рождения детей. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Дарыши загадших родового отделения Гомельской областной клиничной больницы Олена Пашкевич сегодня станет гостей программы «Деялох». Я на видеоэфир одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-шатыры» в 18.01.35. Свои пытания на конт деяности областного родильного дома вы можете задать гостя программы, потелефоновавши по номеру промога эфира «Гомели» 77 68 45. Я в спорте. У Гомели прошла республиканская спартакиада 10-6 юнацких спортивных школ «Пастраль без лука». У делу с поборницах приняли 7 команд 6 городов Беларуси. Маснейших выявляли особистым и командным залику, а так само в миксте. Гомельские стрелки без узнагород не засталися. У сучасным выглядзе стрельба злука дебютовала на летних олимпийских гульнях 1972 года у Мюнхене. У гэта шпирэд пачалося активное развице гэтага виду спорта у Беларуси. Правда, Гомель застався у Баку. Флагманами стали Минск, Могилёв и Брест. У нашем регионе всё было амально-аматорским узровнем. На сучасном этапе стрельбу злука в области развивают только в комплексном центре Олимпийского резерва у Гомеле. Отделение открыли некольких годов тому. Зараз тут займается каля 80 человек. Зимой працуют 4 тренеры. На дорослых с поборництвах выники покой не самые лепшие. Однако молодь уже створает конкуренцию признанным лидерам. Молодые ребята, они неплохо проводят. У нас больше просто кроме молодых нет никого. Мы на чемпионате республики заняли низкое место из-за того, что только молодёжь. Республиканская спартакеяда 10-ше юнацких спортивных школ завершает зимовый календарь турниров. Далее с поборництвы будут проходить под открытым небом. У спартакеяда прымают удел 7 команд, усягов больше, как 50 человек. С поборництвы ли у особистым и командным заликах, а так само у миксте. Мишени знаходилися от стрелков на длеглости 18 метров. У командных с поборництвах господары выставили по два коллективы. Однако до призовых местов не дотягнулися. Як сярод юнаков, так и сярод дзявчат. Выники от нольковы. Четвертое и пятое местцы. У миксте четвертое и шестое. У особистых с поборництвах гомельских дзявчат у лику призера уняма. А вось на рахунку юнаков бронза. Третье место занял Микита Дубровский. У агульным залику гомельчане выглядают куды лепш. По выниках спартакея до областного комплексного центра Олимпийского резерву другое агульнокомандное место. Лепш выступили только представники Могилевской спортшколы юнацтва. Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадо. Компания Гомель. На этом по колюсе у студии працавала Маргарита Чубукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова